Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слушаете Алексея Халецкого, значит вы на канале Лёша Играет. Буквально для вас вчера, для меня сегодня Paradox Interactive выкатили анонс новой глобальной 4x пошаговой стратегии под названием Millennium с двумя L с двумя N. Выглядит интересно, информации пока мало, так что мы будем сейчас заниматься с вами любимой рубрикой внимательным рассматриванием скриншотов. Тем не менее, да, и создает её новая компания C-Prompt Games, там правда люди не последние в мировой индустрии. Ну, просто пока что есть. Визуально, конечно, кстати, больше всего на четвёртую циву похоже, хотя тут и гексы, а не квадраты. Вот по городу Бордо у нас, уже два жителя в нём, рост через шесть ходов, я так понимаю. Есть какой-то уровень района. Уровень района, видимо, я не знаю, я предполагаю пока, видите, тут какая-то деревенька, Клермон, ещё стоит рядом с Бордо. Может быть, вот этими деревеньками как-то регулируется. Исследования. Две науки в ход, через ход откроют старейшин племени. Да, вообще тут обещают десять эпох. Начинается с каменной, с каменного века. Железный век третий, так что я думаю, второй будет бронзовый век, скорее всего. А так всего десять веков. Ну, дальше будет скриншот по исследованиям, по этому поводу поговорим ещё. Отдельно накапливается культура, так что, мне кажется, здесь будет как в шестой циве, отдельно открывается дерево технологий, отдельно дерево цивиков. Тоже дальше по скриншотам подумаем, что это может быть. Какие-то домены правительства. За моей рожей, вот здесь видите внизу, что-то, какие-то лопаты накапливаются. Четыре лопаты и плюс одна ещё, пока непонятно на что. И, наконец, вот это выбран конкретно регион. Я так понимаю, в регионе строится городской центр, семь ходов. Сто семьдесят пять процентов, я так понимаю, что это какой-то модификатор к строительству. То есть, так бы оно строилось медленнее, а так плюс сто семьдесят пять процентов и строится быстрее. И две армии какие-то, их тут не видно на картинке. Ну и мини-карта границы нашего города, а здесь типы местности, я так думаю. Что жёлтые, это, видимо, какие-то степи, коричневые, судя по всему, какие-то камни. Вот серые, это вообще скалы. Что вот это, ноль, фиг поймёшь. Ну и вот это, мне кажется, повтор просто то, что строится в регионе. Более продвинутая карта, эпоха Ренессанса, то бишь Возрождение. Хотя год написано, тридцать пятый ход, год три тысячи шестисотый до нашей эры. Ну это явно какая-то демка, понимаете, тут они ещё не всё сделали. Тут меня больше интересует вот эта карта, где получше видно Измир, турецкий, одиннадцать жителей. Тоже какая-то деревенька рядом Гелебалу стоит. Хорошо виден виноград. Вот это явно какие-то каменоломни стоят. Ну что-то на производство. Овцы, оливки. Вот это непонятно. Такое ощущение, что это лагерь для военных юнитов как-то вот отдельно построен. Так что вот тут вот за моей вебкой ещё камень, либо камень, либо мрамор. Ну и, как видите, не накапливаются лопаты. На что-то они уже были потрачены. Ну вот ещё хорошо камень виден, или мрамор. Пшеница, в принципе, узнаваема. Рыба. Ну, визуально немножко, конечно, не так красиво имхо, как шестая цива выглядит. Но хотя бы карты читаема. Плюс двадцать денег. Вход. Опять какие-то лопаты. Опять какие-то... Ну это, видимо, на апгрейд юнитов. Ну это, наверное, наука. А вот что за пожар какой-то, к чему это относится, тоже пока непонятно. И вот это социальная ткань или социальные связи, наверное, лучше перевести. Вот эти домены тут и на правительство, и на исследования как-то отдельно, и на войну. Что-то инженер, дипломатия, искусство. Как будто это разные сферы, куда вы можете тратить очки развития. Будет как-то так. Еще более поздняя эпоха, только тут нет интерфейса, поэтому непонятно, какая именно. Тут мне важно, мне кажется, важно обратить внимание, вот на эту часть это выглядит как колония. То, что было в третьей циве. То есть то, что, например, у вас тут какой-то ресурс есть, который вам нужен, но ваши города до него не дотягиваются, и вы будете делать колонию. Я так думаю, потому что выглядит вот даже границы, грубо говоря, сделаны в таком стиле, как в третьей циве было для колонии. Если так и есть, я давно говорю, почему в пошаговых стратегиях, почему-то только в третьей циве было, а потом в четвертой, в пятой, в шестой от этого ушли. Зачем мне ставить целый город, если я могу поставить колонию? Да, ее будет там сложнее защищать, но зато ресурс буду получать. И опять вот визуально, но это явно уже не камень, а какой-нибудь уголь, как мне кажется, выглядит как уголь во всяком случае. Ветряки стоят, рыба добывается, так, за моей рожей там ничего нету, какие-то фабрики. Ну, то есть визуально, мне кажется, более-менее понятно. Да, почему это, походу, тот же самый Бордо, потому что, опять же, оливки, хотя вот винограда не видать. И жалко, что без интерфейса. Это экран города. Экран постройки, в данном случае Бирмингем, три жителя, 200% плюс, видимо, вы как-то удовлетворяете его потребности, оно быстрее строится. Юниты отдельно показаны, строение отдельно, я тут не особо много чего закрываю, ну, предположим, рынок. Проапгрейдить в монумент, проапгрейдить в хранилище, проапгрейдить в каменные стены. Видимо, у вас сначала деревянные, потом каменные, то есть вы здание можете просто апгрейдить. Таким образом они строят новое, хотя какая разница, по-хорошему это смысл один и тот же, что вы новое строите, что апгрейдите, все то же самое. Просто, может, когда вы открыли каменные стены, но не построили деревянные, вы можете сразу каменные строить, например. Так, мини-изображение вашего города с регионом. Вот это не очень понятно, что это то, что сейчас строится, либо это чудеса какие-то уже построены. Ну и ускорить за деньги тоже всегда в цивилизации было. Вот выхлоп города, посмотрим, мне кажется, это деньги, это, скорее всего, наука, это, скорее всего, культура. Лопаты, опять непонятно, к чему лопаты. Это, видимо, производство, это еда и корона, тоже какие-то очки чего-то, да. И вот это домены чего-то, этим государственность, исследования, инженерные дела и военные, но куда их тратить, мне лично пока не очень понятно. Вот какой-то интересный экран национального духа. Видимо, вот сюда вот эти домены, очки домены и тратятся. Вот это на исследования. Это на войну, это на инженерные какие-то дела и это на дипломатию. Так вот, вот этот национальный дух, как бы по задумке разработчиков, разнообразивает вашу цивилизацию, за которую вы играете. Знаете, вот типа, как есть, например, французская кухня, да, или русские алкоголики. То есть, вот здесь где-нибудь там какой-нибудь в девятом веке, например, вы разблокируете, что будете пьянствовать, а не замерзайку из автомобиля. Вот в данном случае, получается, в бронзовом веке вы можете взять спартанцев, либо рейдеров. Я еще не понятно, это, если вы что-то одно берете, другое закрывается. Если вы это взяли, то для других цивилизаций это уже недоступно или что. Но это, как бы, дополнительные возможности, какие-то дополнительные бонусы, которые даются вашей цивилизации. То есть, в данном случае вы сможете спартанцев делать. А это прокачка уже этих спартанцев. Непонятно мне пока, это прям на всех созданных вами спартанцев или на кого-то одного. Я думаю, скорее всего, на всех все-таки. То есть, вы так вот можете ее прокачивать и в итоге какой-то убер-юнь. То есть, они, видимо, качаются в течение всей игры. Вот, например, не требуют содержания в течение хода. Лечатся на дружественной территории. И вот получаете два очка социальных связей. Или получаете одно очко опыта, даже когда в защите стоите. То есть, не надо для этого драться. Как, например, World World, вы должны юниты поставить в казармы, чтобы они там качались. Еще один скриншот вида на город. Опять, к сожалению, без интерфейса. Поэтому не все видно. Но зато видно, насколько читаема карта. Все-таки золото, понятно. Скот. Опять какая-то каменоломня. Тут леса стоят. Тут просто ферма построена. Виноград. Пригороды. Вот сам город. И, видимо, два пригорода каких-то. Возможно, это вот, опять же, механика, как из четвертой цивы. Когда вы городки ставили. Либо из того же Old World. Видимо. Теперь вид на Кнос с интерфейсом. Какая-то эпоха монументов. Вообще сложно мне, честно говоря, предположить, когда это. Что за эпоха монументов такая. У Кноса почему-то пригород Уфа. У финцы. Вы там из Греции, оказывается, да? Ну, не знаю. Это, наверное, тоже как-то рандомно будет выдаваться. 15 жителей. Опять же, видно, что тут вот такие... Ну, это уже что-то более-менее современное. Знаете? Не нынешнее. Ну, не знаю. Может, какой-нибудь 18 век, что ли? Или какой-нибудь 15. Ну, вряд ли не средневековье. Вот тут, интересно, мини-карта. Мы видим границы синие. Вот, опять же, установлена колония. Видимо, для сбора хлопка. Который здесь собирается. Фермы. Овцы. Вот непонятно, это все-таки городки или нет? Потому что вот городки конкретно с каким-то названием своим. А вот это что стоит? Это, может, торговые... Такой выглядит, как будто это торговые посты. Так вот, визуально. А вот это, кажется, плантация. Ну, не знаю. Из того, что мы тут не посмотрели, видите, нужды удовлетворены на 139%. Еда, жилье и какой-то как будто навоз еще. То есть, наверное, с каждой эпохой у вас какие-то дополнительные потребности появляются. Вот это, ну, из того, что я почитал, это какая-то вероятность кризиса. То есть, например, вы можете не удовлетворять жителей в санитарии необходимой, и начнется какой-то кризис из этого. Вот это точно, видимо, наука. Хотя, странно, вот наука плюс 15. Вот это что? Может, какие-то... Может, какие-то... Идеи, типа, знаете, вдохновение, что-нибудь такое. Ну, тут даже... А не на скриншоте даже некоторые эти... Видите, заменить это. Тут даже иконки нету. Не поставлено. А флаг почему-то, судя по всему, то ли российский, то ли какой... Это, по-моему, не Греция получается. Единственный пока доступный экран технологий, причем эпохи... Бронзовые эпохи. Бронзовые эры. То есть, второй, видимо. И видите, написано. Исследуйте три из шести технологий, чтобы открыть следующую эпоху, чтобы перейти. Хотя вот тут эпоха крови, эпоха героев и эпоха железа. Я так понимаю, что это... Вот это название эпохи, это как кризисы какие-то. Ну, я немножко почитал интервью разработчиков. То есть, эпоха бронзы, это, знаете, вот по времени, да, идет, по технологиям. А вот это во время эпохи бронзы может быть вот такие всякие эпохи еще быть. Например, эпоха крови. Как минимум шесть юнитов другой нации должны быть убиты в битве. И у вас начинается еще эпоха крови. Это возможный кризис, возможная кризисная эпоха. Или вот как минимум три каких-то природных чудо, либо не чудо, а природных каких-то... Три места каких-то интересных на карте откроете, да? Ну, или просто эпоха железа, это вы переходите в следующую эпоху, то есть три техи открываете. И так я понимаю, что в каждой эпохе какие-то вот такие штуки должны быть. Ну, и еще один вид на карту. Тут совсем так схематично. Это, видимо, хорошо так отдалено. Видно три города как минимум. Даже четыре, но его так плоховато видно. Видно колония. Опять же, это, судя по всему, Кнос. Это та колония, рядом с которым хлопок. А это, возможно, Бордо, которое вначале было. Хотя я не вижу тут ни винограда, ни оливок, честно говоря. Или еще какой-то город. Ну, то есть вот так вот визуально, как, наверное, общая карта может выглядеть. Это вот чьи-то другие границы какого-то другого государства. Еще раз вернемся к скриншоту из мира. Во-первых, я не обратил внимания, что вот это три клетки разграблены. Смотрите, они разграблены. Во-вторых, оказывается, накопление культуры позволяет делать всякие исторические события важные. Например, разработчики сказали основывать города. То есть вы не поселенца делаете за производство, а накоплением культуры как-то меняете. Например, там, аванпост. Ну, короче, это очень чем-то похоже на humankind, как сделано в humankind. То есть вы сначала ставите аванпост, видимо, любым юнитом, а потом за счет культуры можете его превратить в город. Ну, а вот эти домены, собственно, накапливаются. Причем вот искусство не сразу есть. Вот эти правительства, исследования, война, инженерия, дипломатия как бы сразу будут, а искусство вроде там надо по какому-то пути пойти. И когда вот вы их накапливаете, вы можете их тоже использовать для определенных бонусов, которые я вам показывал до этого на скриншоте. Но вот культура, когда накапливается, вы можете откладывать ее использование. Она опять начинает накапливаться. То есть вы можете в какой-то нужный вам момент ее использовать. А вот тут, если у вас счетчик накопился, то дальше он уже не копится, и вы должны будете использовать это сразу. Ну, это такие уже мелочи, подробности. Надо в игре смотреть, действительно. В общем-то, это пока все, что я смог нарыть. По-моему, выглядит интересно. Ну, визуально немножко, наверное, все-таки не так красиво, как шестая Цива. Но стратегически, механиками интересно. Тем более, что дальше будет развиваться. Пока неизвестна дата выхода. В этом году, в следующем непонятно. Будем следить за новостями. Ну, парадоксы, по-моему, умеют делать и выпускать стратегии. Правда, у них ни одной пока не было пошаговой глобальной стратегии. Это первая на моей памяти. Но, тем не менее, посмотрим. Ваши впечатления, надеюсь, прочитать в комментариях. Играйте в умные игры. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.